Не знаю, у многих ли такое чувство или только у меня, но в последнее время часто бывает так, что ты просыпаешься и думаешь, осталось бы это сном еще немножко. У меня такое было в субботу, когда я услышал новости о Париже, и кажется, что лучше бы этого не было. И может быть действительно, когда-то ты проснешься, этого никогда и не случилось. То же самое было и с нашим самолетом на Синае. Очень много проблем, очень много сложностей. И знаете, иногда кажется, что это происходит еще и потому, что в нашей жизни стало слишком много телевидения, интернета и слишком мало живого общения. Я помню, что для меня было большим всегда удовольствием послушать или подслушать иногда разговоры на кухне родителей и гостей, умных людей. И мне кажется, мы сегодня начинаем одну очень важную традицию. Мы возрождаем живое общение. Мы сможем послушать, услышать, увидеть живых, очень умных людей и прикоснуться к обсуждению очень важных для всех нас тем. Сегодня первая такая тема. Я с большой благодарностью предоставляю слово Анне Даниловой, инициатору, создателю этого цикла. Спасибо большое. Спасибо большое, Вадим Валерьевич, за возможность запустить этот цикл здесь, в библиотеке иностранной литературы. Этот цикл про мир, о главном. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас пройдет цикл таких встреч, в которых мы честно, открыто, иногда жестко, иногда непредсказуемо будем говорить о тех вещах, которые всех нас волнуют. О самых важных, о наболевших, о неприходящих, не всегда связанных с информационной и новостной повесткой дня. Сегодня действительно смерть, страх, одиночество, иногда отчаяние подошли к нам так близко, как подходят редко. Упал самолет, террористические акты в Бейруте, в Париже. Все это стало ближе, чем когда бы то ни было. И вот в тот момент, когда уходят самые близкие люди, или когда уходят люди, про которых ты ничего не знал, но их жизненная история не может не поразить, особенно актуально встает вопрос, а в чем вообще смысл жизни, если вот так в один момент всего может не стать. Самого любимого, близкого, дорогого человека просто вот может в минуту не стать рядом. Для чего все это происходит, почему, как? Вот сегодня это станет нашей темой разговора. Я передаю слово моему соведущему, историку Алексею Юдину. Ну да, вот, собственно, слова главные произнесены по тому поводу, ради которого мы собрались. Вот, могу еще добавить, что эти стены тоже пережили нечто похожее. Эти люди, которые находятся в этих стенах, это вот уход Екатерины Юрьевны Геневой. И мы видели, что это за история, да, вот доподлинно здесь, в том числе и на этой сцене. Вот как человек шел до конца, понимая, что конец близок, неизбежен, что он делает в такой ситуации. То есть падает самолет, это одна ситуация, да. Если рядом падает самолет, невидимый самолет, немножко другая ситуация. Самолет все равно падает. Это случается. Вот, и, собственно, первый вопрос, Анна, к вам, да, ну вот как к соведущему. Вот мы сформулировали тему, да, зачем, если есть, да. А вот перед нами люди. Людмила Евгеньевна Улицкая, да, она писатель. Алексей Умилский, он священник. Ньюта, наверное, срана, президент фонда «Вера». И вот этот особый разговор, что за фонд, и к чему, и про что, и кто такая вера. А вот, Анна, зачем вы их сюда пригласили, именно их? Это случайная выборка, или все-таки, вот, что это за люди такие? Что мы от них ожидаем? В этом зале все люди, начиная от наших сегодняшних гостей, и вот, включая всех-всех зрителей, это люди, которые знают что-то о жизни, и знают что-то важное о смерти. И вот наши сегодняшние гости – это люди, которые знают о жизни и смерти, наверное, чуть больше, чем знаем мы, и могут сказать об этом глубже, чем, мне кажется, кто бы то ни было. Это был главный, наверное, наш мотив в тот момент, когда мы думали, с кем эту тему правильнее всего обсуждать. А что бы мы хотели от этих замечательных людей? У нас есть какой-то, скажем, перспективный результат? Что вот мы видим в конце? Алексей, а как вы думаете, возможен перспективный результат в таком диалоге? Грубо говоря, даже, может быть, цинично, перспективный результат у нас заявлен в самой теме – это смерть. Я думаю, что это то, что ожидает нас всех. Но вот что это такое, вот я, например, ощущаю, но не знаю, никому не дано это ощутить, это какая-то тайна. То есть тайна с большой буквы. И в этой тайне самое разное. Может быть, мы попробуем подойти на какое-то человечески достижимое расстояние к этой тайне, чтобы понять, что с нами происходит. Вот насколько возможно вообще подойти? Я не знаю, для меня это тоже вопрос. Давайте попробуем. И есть одна вещь, с которой мы хотели начать сегодняшний вечер не со слова. Да. А вот именно с того, что может нас объединить и приблизить немножко к этой тайне, когда каждый может остаться наедине с собой и подумать обо всем этом сразу, с минуты молчания. Это минута приглашения к разговору и дан памяти тем, кто ушли в этих чудовищных тарактах, кто еще будут уходить. И вообще это вот как бы небольшой момент вечности. Поэтому просто встанем и почтим память. Спасибо. Хорошо. Первый вопрос у нас сразу ко всем участникам дискуссии. Вот скажите, пожалуйста, а что такое, как вы понимаете, смерть? Что это такое? Вот только что рядом с тобой был человек, ты смотришь на его фотографии, помнишь его голос, знаешь, помнишь рукопожатие. И вдруг оказываешься перед лицом абсолютной пустоты, такой вот замурованной кирпичной стенки. И невозможно поверить в то, что этого человека вообще больше нет. Но у нас нет никакого доказательства и никакой какой-то вот внятной уверенности в том, что он вообще существует. Вот что, как вы понимаете смерть? Вы знаете, я большой мастер отвечать криво на вопрос. Я отвечу немножко криво. Дело в том, что смерть на самом деле это опыт. Это опыт, который мы с рождения начинаем приобретать. Это первая мертвая кошка, которую видит ребенок. Это первое столкновение с... Вот дедушка был, а потом его вдруг нет. И по мере нашего проживания жизни этот опыт постоянно расширяется. Мне в жизни очень на самом деле повезло, потому что мой первый опыт смерти был необычайно благородный. У меня умирал прадед, мне было до 7 лет. Я в школу еще не ходила, 6, по-видимому. А ему было 93. И вы знаете, это было вот формально, по формальной картинке, это было то, что называется смерть праведника. Он был, лежал в большой комнате, очень маленький беленький старичок на большой кровати красного дерева, иссохший совершенно. В комнате сидели его два сына, две невестки, внуки. И я, меня привели с улицы, я была его единственная правнучка. И меня привели именно для того, чтобы я с ним простилась. Картинка стоит до сих пор передо мной, причем, что самое поразительное, эта картинка, во-первых, сохранилась, во-вторых, она с годами не померкла, она наполняется все большим смыслом. Потому что только годами, многими годами позже, я поняла, что это был за опыт. И какое это имело значение для всего моего последующего жизненного опыта и столкновения с многими смертями. Я многих уже людей похоронила. И вот представьте себе, вот лежит этот человек в кругу семьи, глаз уже у него плавает, он уже не очень видит, что-то другое он видит. Это ощущение такое, потом многожду уже я испытывала, когда человек смотрит, и ты понимаешь, что он видит нечто другое, чем видишь ты, который стоит рядом. И его стали тормошить, и стали ему говорить, дедушка, дедушка, вот Люсенька пришла, а он меня очень любил, я была единственная правнучка. И он как-то, его вернули, он поискал глазами, увидел меня около двери, улыбнулся и сказал, какая большая девочка, все будет хорошо. И потом меня мама увела, и он, пока меня уводили, он как раз и ушел. Вот эта картинка, к которой я возвращалась очень много раз в своей жизни, потому что на самом деле смерть мы не знаем через свой опыт, мы ее всегда знаем через опыт человека, который уходит. И поэтому так безумно важно, чтобы, а это всем нам предстоит, учиться этому. Вот сейчас, когда у меня так много уже ушло и близких, и друзей, и родственников, эта тема меня очень, все больше и больше интересует. И очень важно, я все больше думаю о том, как бы так хорошо исхитриться мне, чтобы хорошо уйти. И это очень важная задача. И я, чем дальше, тем более эта задача, мне кажется, существенной. Оказывается, что сегодня я воспринимаю вот это событие смерти, которое мне 72 года, я отдаю себе отчет в том, что мне впереди не так много осталось, но чтобы я встретила это таким образом ну, в мире. Вообще, эта формула, которая меня в свое время поразила, это было то, что меня, может быть, в церковь ввело. Христианская кончина мирный, непостыдный, безболезненный. Или немножко по-другому постоят эти слова. Потому что вот эти три слова, которые я услышала, зайдя на, в юности, зайдя на отпевание незнакомого мне человека, я это услышала. И вот с тех пор эти три слова, они постоянно ко мне возвращаются в разных ситуациях. В принципе, в этом очень большой смысл держать их в голове. И не потому, что я считаю, что добрых людей Господь поощряет, а злых наказывает. Я совсем так не думаю. Этот христианский педагогист, педагогизм мне, на самом деле, очень чужд. Но все-таки есть ощущение, что это, последняя задача, которую надо сдать. Это последний экзамен. Вот, может быть, самый главный, который человеку предстоит сдавать. Может быть, от того, что я перенесла онкологическое заболевание, как бы мне постучались и сказали, скоро, скоро. Ну, вот уже пять лет прошло, я живая пока, живая, в общем, более-менее здоровая. Но при этом, вот это заболевание, которое я прожила, дало мне совершенно замечательный опыт, приближение. И, как это ни поразительно, с этого момента я стала гораздо больше радоваться жизни. Вот такое произошло у меня путешествие в сторону смерти, мое личное. И это путешествие продолжается. Сейчас вот у моей подруги умирает брат, и мы очень этим озабочены, потому что он плохо уходит. Он в истерике, он в панике. И совершенно ясно, что вот этот путь мне бы хотелось избежать, мне бы хотелось умереть так, как умер мой прадед в окружении семьи, в любви. В общем, в этом была очень большая красота. Это я вам поделилась своим ощущением. Значит, никакой тайны я вам открыть не могу, потому что я думаю, что вряд ли кто-нибудь эту тайну знает. Но с этой тайной, тем не менее, мы все живем. И отказаться от нее невозможно. Хотя есть множество людей, которые говорят, нет, я этого знать не хочу, я этого не желаю знать. И во многом отношении, во многих отношениях культура, в которой мы живем, очень настойчиво и последовательно предлагала людям жить так, как будто смерти нет. Что очень ошибочно. Все. Я... Спасибо, Людмила Евгеньевна. Мы тогда... Да, вопросы уже к вам есть у меня, но я попридержу их, да. Вот. Но мы не собираемся залезать за полок тайны. Мы хотим подойти именно на человеческое расстояние, да. Нет, мы не дерзаем на большее. И нам никуда же не дадут... Мы же не подходили. Вот. Дадим фору отцу про это и рею, да, Анюта, тогда вот ваш, пожалуйста, взгляд. Я, во-первых, должна сказать, что я никогда раньше, до сегодняшнего момента, не нервничала перед публичными выступлениями, какой бы большой ни была аудитория, а тут вы меня посадили вот с этими двумя в один ряд. И мне, в общем, надо бы молчать. Тем не менее, тем не менее, формат молчания не очень предполагает. Мне кажется, что, и я знаю, что здесь и вижу, что здесь в зале многие сидят, кто работает в хосписе, во взрослом и в детском, и также вижу, что сидят многие, кто потерял близких и потерял не очень давно. Мне кажется, что, когда работаешь в хосписе и сталкиваешься, казалось бы, вот казалось бы, со смертью каждый день и в день по несколько раз, вот это вот, казалось бы, оно ключевое. Мы в день по несколько раз сталкиваемся с горем родственников, и сталкиваемся с неимоверными проявлениями любви человеческой. И мне кажется, все больше, что смерти все-таки нет. Несмотря на тоже уход близких людей, уход детей, уход мужей, жен, пожилых людей. Недавно очень был такой для нас, мне кажется, знаковый момент в хосписе. Ну, вроде бы, у нас они каждый день происходят, но мне как-то особенно запомнилось, летом ушел молодой человек 30 с небольшим лет, очень яркий, очень известный, с большим количеством друзей, на самом деле ко многому готовый. И у него замечательная совершенно мама, которая сейчас пришла работать в хосписе как волонтер. она пришла месяц через полтора после его ухода с тортом и с цветами и сказала, что она пришла отметить годовщину. Как-то несколько человек так удивились, какая годовщина, потому что прошло полтора месяца, она пришла в октябре. Она пришла отметить годовщину смерти мужа. Она пришла в хоспис, где полтора месяца назад умер ее сын, чтобы отметить вместе с медсестрами годовщину смерти мужа. потому что люди не уходят значит нету разлук есть одна лишь огромная встреча люди остаются они остаются в детях, не знаю, в письмах сегодня вот у нас такой мир интересный что они еще в фейсбуке остаются они в воспоминаниях остаются и вот то, что Аня говорила, нету человека нету прикосновений но как-то, вот папа мой, например уже вот скоро будет 5 лет как нет мамы, и он мне говорит, ты знаешь, я ее вижу я говорю, ну что значит видишь, ты ее как видишь он говорит, ну вот вижу, прям сидит и завтракает, лежит, спит курит с кофе ну не уходят, они остаются они остаются в нас они остаются для нас а мы для всех них становимся значительно лучше поэтому я не знаю, что такое смерть вряд ли кто-то из нас это узнает пока сам не умрет но чем больше я работаю в этой сфере тем больше убеждаюсь, что как-то, в общем, ее нету несмотря на А320 и несмотря на пятницу 13 в Париже все с нами спасибо, отец Алексей ну вот тут я бы как раз хотел сказать, что вот говорить такие слова, что смерти нет мы можем по-настоящему когда мы убедимся в том, что она есть и я объясню, что я имею ввиду потому что мы как-то в нашей христианской культуре привыкли вообще к этим словам что смерти нет, что есть вечная жизнь что вот всем там им будет хорошо и все такое прочее но вот все дело в реальном опыте все дело в том, как это все по-настоящему по-настоящему можно реально ощутить я думаю, что у нас у всех есть большой личный опыт смерти именно личный опыт смерти только он нами не осознан потому что смертью мы называем очень много разных вещей причем действительно таких вещей, которые по сути могут быть к смерти так и так относительно называться смертью вот мы называем смертью очевидно прежде всего вот этот вот биологический уход человека из видимого мира но по сути дела мы почему так в общем относимся к этой смерти с таким ужасом с таким страхом вот почему вообще мы боимся смерти но именно потому что у нас есть этот опыт опыт смерти как невозвратности опыт смерти как того, что ничего нельзя исправить опыт смерти что ничего невозможно вернуть назад потому что в нашей жизни мы переживаем эти моменты очень часто но не осознаем их как смерть скажем, человек перестает любить или его перестает любить это жизнь или смерть человек теряет дружбу человек теряет какие-то очень важные отношения которые для него в этой жизни важнее всего и это не возвращается это невозможно исправить это невозможно вернуть и человек постоянно живет вот в этом мы этот опыт смерти имеем с детства все когда мы в общем-то сами являемся виновниками такой смерти когда мы никем не дорожим понимаете никого не храним никого не спасаем никого не бережем или нас так же не берегут не спасают и не хранят когда так легко отвернуться друг от друга так легко вообще забыть о ком-то вот в свое время архиепископ Иоанн Шаховской сказал такие слова я не приведу их в точность о том, что когда человек говорит что он не хочет видеть другого это похоже на приказ о его расстреле понимаете не хочу тебя видеть не хочу тебя слышать не хочу не иметь с тобой ничего общего вообще не хочу чтобы ты был в моем присутствии понимаете а это же кругом это же собственно говоря наша жизнь она постоянно из этого состоит из этого опыта смерти который мы смертью не называем но который откладывается в нас исключительно как опыт опыт отторжения от жизни понимаете меня отторжения от того что является в общем жизнью смерть это разлучение с жизнью вот мы привыкли жизнью считать только жизнь биологическую жизнь когда мы можем там дышать, кушать, пить выходить там на балкон подышать, покупаться в теплом море и так далее но есть другие параметры жизни очень важные для нас которые делают нас людьми прежде всего и вот в этом пространстве мы живем в пространстве смерти прежде всего и такой который в общем который являемся виновниками мы и участниками мы именно поэтому мы так боимся вот этой физической смерти потому что знаем что когда приходит вот эта смерть за ней нет ничего за ней ничего быть не может умерла любовь и больше ничего умерла дружба и больше ничего умерли вот эти вот радостные отношения между людьми и за ними ничего нет никакой вечности ничего именно поэтому когда вот смерть она тем и страшна тем и ужасна и безобразна что вот опыт нашей жизни извините меня говорит что дальше нет ничего мы это знаем простите да отец Алексей тогда просто тогда выходит что вот это жало смерти язвит нас всю жизнь но ведь мы должны появляться какой-то иммунитет да или какой-то опыт который позволяет нам взглянуть совершенно иначе на саму жизнь то есть перевести понятие жизни на какую-то другую новую ступень более высокую вот это вот как бы для меня совершенно неожиданная такая задача и перспектива ну вот в связи с этим вопрос да да вот про просто человеческую радость вот мы живем дарезвин cię у нас как там складывается не складывается жизнь да вдруг мы сталкиваемся с этим опытом смерти все опрокидывается вот на первичном уровне да вот как это может все не знаю желание жить дальше радоваться в связи с тем что ушел человек близкий может быть далекий ну какой-то важный да одно опрокидывает другое вот про радость про жизнь про смерть ну здесь Просто я перекидываю куда-то в другую область, мазки. Вот, например, известное монашеское приветствие, «Момента мори», «Помни о смерти». Это же приветствие, а приветствие несет радость. А тут бац, про смерть. Замечательная фраза Льва Николаевича Кумилева, которая у меня не выходит из головы, что право на смерть – это привилегия живого. Вот каким-то удивительным образом все это связано. И вот как уже Людмила Евгеньевна сказала, пережив свою повестку о смерти, она получила какое-то новое превращение к жизни. Я не говорю, что это какая-то там диалектика, количество в качестве, что-то такое, но вот какая-то удивительная связь, она очень неоднозначная. Вот про смерть, про жизнь, про радость. Вот, может быть, радость какой-то становится другой после уязвления, да, жалом смерти, приобретает какое-то иное качество. Да, Анна, у вас, видимо, поправочки. В дополнение, мне на одном форуме фонда «Вера» как раз очень запомнились слова Дианы Невзоровой, врача первого московского хосписа. Она рассказывала о том, что когда она родила третьего ребенка, первые сутки после родов она горько рыдала, думая, а как же вот он будет умирать, этот малыш, в свое время когда-то. Вот, то есть на самом деле, ведь действительно, когда происходит самое важное и радостное событие в жизни семьи, рождается ребенок, ведь все равно, по сути дела, это значит, что через сколько-то, не знаю, 80-90 лет ему все равно придется умереть. То есть самое щадливое... Чет смерти включен уже, да, с рождения? То есть это просто... Ну, как-то об этом говорим, как будто это там где-то с кем-то другими, понимаете. Это вот рядом, может быть, просто вот здесь вот рядом, да, все? Ну, конечно. Ну, на самом деле, ведь единственное, что мы знаем о себе со стопроцентной гарантией, это только это. Ничего другого мы о себе, в общем, не знаем. А может быть, через это мы познаем нечто большее? Ну, вот удивительно именно то, что человек, зная то, что он обязательно умрет, причем он это знает, он с самого раннего возраста, он меньше всего как-то может жить в присутствии этой мысли. Вот это интересно, действительно. Поэтому, конечно, вот этот монашеский опыт Мемента Мори и вообще смертной памяти, он, конечно... Я просто видел этих людей, у них радостные лица, когда они об этом говорят. Ну, да. Это приветствие. Ну, вот просто что стоит за этим, надо понять. И каким образом это все, ну, как-то воспитывается. Ведь это же, так, как сказать, уроки некого такого воспитания постоянно. Это некая наука, это некая такая вот, такая аскетика. И дисциплина, конечно. Конечно. И дисциплина, да. То есть она может быть не только монашеская, она может быть и секулярная. Ну, собственно говоря, в каждом вечернем правиле, в каждом вечернем правиле, я говорю просто о мирянах, мы говорим про святее отчима и да никогда уснул в смерть. Неужели мне отрасей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? То есть мы каждый раз говорим вот эти слова, как бы памяты о смерти. И при этом вот действительно вот эта удивительная вещь, казалось бы. Ну, что важнее для человека, чем смерть? Когда она понимается, ну, действительно, как вот Нюта сказала, как вот присутствие жизни, как вот присутствие. Потому что на самом деле, я думаю, что это очень большой опыт многих из нас здесь сидящих, понимание того, что наши близкие, которые уже от нас ушли, никуда не ушли, а их присутствие совершенно очевидно в нашей жизни. Что мы даже можем, в общем, об этом сильно не думать и не переживать, потому что это какое-то такое действительно знание, не подвластное никакому описанию. Его невозможно никак описать, потому что на самом деле это просто некая жизнь, некая реальность, когда человек просто это знает. И никому этот опыт, в общем, по большому счету даже вот словесно не передать. Это могут знать только те, которые это знают. И мне приходилось часто общаться с людьми, которые переживали очень остро и очень болезненно смерть своих близких. И у человека есть такая манера, вот в этот момент обязательно вот в себе искать чувство вины. Но как-то человеку как-то что-то нужно, чтобы он понял, что ему надо делать, потому что человек оказывается совершенно беспомощным, безоружным в момент умирания, ухода, смерти близкого человека. Ему кажется, ему надо что-то такое страшное все время делать, какую-то деятельность разводить вокруг этого всего, чтобы как-то заполнить вот это пустующее пространство, и в том числе пустующее пространство внутри себя. И он оказывается очень беззащитным в этот момент, и очень глупым, потому что во всем этом он что-то делает такое внешнее, а внутренний его опыт чаще всего в этот момент говорит, что встань, успокойся, никуда не беги, ничего не делай, помолчи. Потому что в этот самый момент человек ощущает присутствие какого-то такого покоя, света и чего-то еще, что он объяснить этого не может. И очень часто человек очень этого боится. Почему? Потому что ему кажется, он не может в этот момент быть спокоен, что он не имеет права на спокойствие, что он не имеет права на свет, что он не имеет права ни на что, кроме дикого рыдания, вырывания волос, черного платка, там, я не знаю, разбитого зеркала, чего угодно. Ему надо, чтобы было так вот совершенно не по-человечески. И когда его спрашивают, а вы разве не ощущали этого? Вы разве не чувствовали, что рядом с вами есть кто-то, кто сейчас наполняет это пустое пространство, как бы пустое? Они вспоминали, говорили, да, это было, но мы не могли это принять, потому что мы же должны чувствовать вину, а тут никакой вины, тут только какой-то свет и покой. И очень многие от этого в этот момент отказываются, отказываются принять смерть как свет, смерть как покой. Но мы же не зря говорим вечный покой, мир, как мир, как мир человека с Богом, как мир человека с вечностью, понимаете? Вот, потому что это, кажется, что мы настолько этому недостойны, мы вот все время виноваты, что мы отгоняем, отгоняем, отгоняем себе это и остаёмся один на один с этой чёрной тьмой, которая непереносима. Непереносима. Я вот сейчас немножко сумбурно это всё говорю, вот, но есть вот этот опыт ещё. И тогда, когда мы говорим о памяти смертной, вот в этот момент другой уже, ощутивший вот это присутствие, может что-то для себя понять. Мне кажется. Сумбурно, не сумбурно, но главные слова, мне кажется, сказаны, да, вот про покой. И вот меня поразило ваше, действительно, откровение по поводу чувства вины. Я просто на себе чувствую очень часто, что вина – это какой-то ложный, иногда какой-то палеотив, какое-то замещение чего-то такого, да, что отвлекает меня от главного. Я не говорю, что вина – это плохо. Нет, это не так. Но вот в такие моменты это явно не про это, это про что-то иное, да. Ну, может быть, здесь присутствие лукавого небезызвестного, вполне ощутимо. А вот неожиданно, все-таки, Людмила Евгеньевна, вы же не только у нас писатель, да, вы же и биолог. А что такое смерть с биологической точки зрения? Что об этом говорят умные люди? Я как раз сейчас сидела и думала о том, что я совершила некоторое элементарное открытие. Многие люди с этим живут, а мне пришлось довольно много усилий потратить, чтобы его совершить. По обчасти бессмертия. Я по образованию генетик. И про то, как передается наследственное наше качество, я знала некоторое время тому назад профессионально. Правда, в те времена, когда генетика была раз в тысячу меньше, как наука, по объему, чем сегодня. И вот я должна вам сказать, что мой последний опыт исследования — это мои взаимоотношения с моим покойным дедом, записные книжки и письма, которого я читала. Сравнительно недавно, в 2011 году, я их прочитала, и письмам было сто лет к этому времени, ну, первым письмам. И чем больше я читала, тем больше меня охватывало мистическое чувство, до какой степени мы с ним одно. Ну, понятно, что это тайна человеческой личности, что вот я Люся Улицкая, и в какой-то момент этот пузырек лопнет, и уже не будет этой вселенной. И вот это мое исследование этих писем и вот этих всего того, что попало ко мне в руки, вдруг мне дало ощущение, что никакой уникальности нету. Я несу в себе генетику, конечно, моего деда, ну, и не только его, еще как минимум трех предков. Но в данном случае я очень сильно ощутила мою связь с ним. Она была совершенно ошеломляющая. Никакой мистики. Ноль мистики здесь. Он, будучи юношей, пишет списки книжек, которые ему надо прочитать на год. Я это делала с юности, со школьных лет. Он пишет списки дел и их вычеркивает, как это делаю я. И каким образом эта передача не была, так сказать, он меня не учил. Я его видела один раз в жизни, в 11-летнем возрасте, когда он из одной ссылки в другую ехал. И вот это ощущение, что на самом деле, что в нас живут наши предки, причем живут, мы это замечаем на каком-то ничтожном бытовом уровне, когда там, не знаю, бабушка говорит, ой, ты посмотри, там шмыгает носом, точно как моя бабушка. Вот, ну, любые вот эти мелкие какие-то детали, не гены, а мемы, но и гены, конечно, в первую очередь, что существует некоторый непрерывный поток, над которым смерть не совсем властна, потому что ген бессмертен. Это человек смертен. А вот тот маленький текст, прошу обратить внимание на слово «текст», тот маленький текст, которым записано это качество, а все мы состоим из 100 тысяч генов, приблизительно. И все они уже раскрыты, все, уже все это дешифровано, не знают 90% как они работают, но тем не менее каждый человек, этот текст достаточно плюнуть в пробирочку, и тебе через три дня дают расписанный твой геном, в котором фрагменты тех геномов твоих предков. Меня это совершенно потрясает, ошеломляет. И, понимаете, то есть в нашей жизни есть элемент бессмертия, он у нас встроен. Вот то, что мы передаем своим детям, мы передаем не свое, мы передаем Адаму и Еву в себе. И это оказалось, что это совершенно не метафора, потому что в процессе развития человечества и благодаря развитию генетики сегодня известно, что все европейское человечество, вот нашего, так сказать, мира, так сказать, доступного, все оно произошло от четырех женщин. Был такой процесс, когда очень много людей погибло, но это бывает не обязательно для этого атомную войну, достаточно сильные заморозки, или большая эпидемия, или хорошая война. Во время столетней войны две трети европейского населения погибло. И вот бывают такие бутылочные горлышки, когда очень много людей погибает, а вот те, кто остаются, они дают, оставляют потомство. И вот представьте себе, что мы все имеем, мы все происходим от четырех женщин. И вот эта вот идея, что мы друг друга братья, она на самом деле получает абсолютно научное обоснование, потому что это физически так. Еще один шаг, и окажется, что действительно, Адам и Ева – это конкретные персонажи, а не некоторая, так сказать, метафора. Вот это меня, так сказать, заставило меня как-то относиться с интересом очень живым к смерти. Не потому что я думаю, вот я встречу деда. Скорее всего, этого не произойдет, потому что я его элемент, я в себе его несу кусочек. Но, тем не менее, вот эта вот идея бессмертности, некоторого элемента бессмертности, который в нас сидит, она меня очень взволновала. И вот я, собственно говоря, по этому поводу книжку написала. Вот мои соображения. — Вы с особым вниманием читаете ваши книжки, любилогие? — Я как раз вот немножечко вот в эту тему. Действительно, вот мы говорили о том, что человек не может думать о своей собственной смерти так вот всерьез и постоянной для этого нужной практики, дисциплина, аскетика. Это как раз, наверное, еще и потому, что человек для этого не предназначен. Вот. Что в человеке этого нет по факту его существования. — В нем присутствует вечная жизнь, да. — В нем присутствует вечная жизнь на уровне генетики. — А смерть в нем не присутствует изначально. Поэтому так тяжело человеку к этой мысли двигать себя. — Очень, мне кажется, интересное откровение. То есть мы не предназначены для смерти, но она язвит нас извне. Мы сопротивляемся ей всю жизнь, но все-таки предназначены мы для другого. И вот это вот основная драматургия, мне кажется, человеческого существования. Извиняюсь за такие общие слова. Анна. — Я просто поразилась тем единением вот этой вот мысли, которая возникла. У меня вопрос такой, вопрос, на который я попросила бы начать отвечать Ньюту Федермессер. Что происходит с человеком, когда он получает некоторый отчет своего существования, узнает про то, что финальная точка его ждет, узнает про… — Обратный отчет. — Да. Узнает про, например, свой неизлечимый диагноз или просто про какой-то очень сильный диагноз, который не всегда может закончиться выздоровлением. Потому что здесь присутствует тоже некоторая сложная ситуация. С одной стороны, услышав диагноз, скажем, такой-то вид онкологии, сразу вроде как вот они открываются, эти врата смерти, и кажется, что всю жизнь закончена в тот самый момент. Наверное, это вот вопрос к участникам. А с другой стороны, с некурабельным заболеванием можно прожить 10 лет. Среди полного здоровья можно попасть в ДТП и вот через несколько часов скончаться. Мы много раз видели такие примеры, когда люди с тяжелыми заболеваниями на много лет переживали тех, которые как-то вчера еще по их поводу переживали. Что происходит с человеком, когда он узнает про то, что его конец ждет в каком-то обозримом будущем? — Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, никто не знает. У каждого свой сценарий. Но можно от каких-то конкретных случаев попробовать оттолкнуться. У нас замечательный есть у меня знакомый, очень пожилой человек, который... Его привел сын, известный журналист и писатель. Привел его в хоспис. И сказал, «Помогите, пожалуйста, он вообще-то не онкологически больной». Но он меня достал уже. Он все время собирается умирать. И ярчайший совершенно человек с потрясающими мозгами. И вот мы сидим в кабинете. Кабинет такой очень правильный. Кабинет моей мамы, Вера Васильевна Миленщиковой, где стены пропитаны всяческими мамиными мудрыми изречениями. Воздух маминым сигаретным дымом. И, в общем, там очень хорошо беседуются. И как раз так случилось, что в этот же день в хосписе был израильский профессор, гириатор Ян Пресс. И я говорю, «Ян, а не могли бы вы мне помочь? Может быть, проконсультировать нужно его?» Он нам стал рассказывать про свою жизнь, про то, как все плохо, все ему совершенно не нужно и не нравится. И жена у него умерла. И вообще зачем ему дальше жить непонятно. И на улице серая, и зима. И вообще, короче говоря, «Научите меня, вы же в хосписе работаете. Я не то, чтобы прям эвтаназию хочу, но как-то можете мне уже, в общем, помочь?» И Ян Пресс стал с ним разговаривать, выяснять, что, в общем, кроме такого вполне понятного пессимизма в связи с тем, что умерла жена, и возраст, и сына он мало видит, и внуки живут в Америке. «Чего ж такое-то?» И тот очень прекрасно на этот вопрос ответил. А, нет, Ян его сначала спросил. «Скажите просто, а во сколько лет вы впервые задумывались, задумались о смерти и самоубийстве?» Он говорит, «В 14». Тот говорит, «Так вот вы с 14 лет прям жить не хотите?» Он говорит, «Ну, не хочу, с 14 лет все время про это думаю». Ян говорит, «Ну, а почему?» Он говорит, «Ну, во-первых, потому что я еврей. Это нормально. Я все время про это думаю». А потом ему Ян говорит, «А что же вы до сих пор этого не сделали?» Тот говорит, «Ну, дети же расстроятся». И дальше мы придумали, что вот этот замечательный дедушка будет приходить в хоспис и беседовать с медсестрами, потому что у нас такой контингент пациентов, от которых очень трудно добиться длительного связанного текста о том, что им тяжело, что им тяжело в их беспомощности, что им тяжело в их зависимости от других людей, что самое тяжелое в том, что они не могут спать ночью и ночью находятся одни наедине со своими страхами. А у этого человека прекрасное мышление, герчайшие мозги, и он, в общем, не может спать ночью, у него есть какие-то боли, он одинок, не очень счастлив. И он пришел и совершенно потрясающе прочитал персоналу лекцию про то, как это быть пожилым, старым человеком. Вот сто процентов, это дальше мы сами виноваты и не звали его больше, но если бы мы звали его раз в неделю, он приходил бы, с удовольствием рассказывал, и каждую лекцию завершал бы тем, что совершенно не понимает, зачем жить, и очень хочет умереть, чем скорее, тем лучше. Есть, конечно, совершенно другие истории про то, что чувствуют люди, узнавшие о своем диагнозе, и вы все знаете эти грустнейшие случаи самоубийств, особенно среди онкологических больных, которые случаются в Москве регулярно, по последним таком я узнала вчера. И мне кажется, что большая часть боли, которая происходит в человеческом сознании в связи с такими новостями о тяжелом диагнозе, это от одиночества. От одиночества, и, наверное, вот здесь надо вернуться к тому, о чем говорила Людмила Евгеньевна в начале, что мы должны учиться опыту. Вот знаете, как в Японии все дети знают, что нужно делать во время землетрясения. Это такие отработанные навыки. Когда произошел сейчас теракт в Париже, я очень четко увидела по Фейсбуку, тоже по реакции людей, что вот мы в Москве гораздо более приучены к тому, а что делать в такой ситуации, как себя вести, что в ближайшие несколько дней не надо детей на станции пересадок или в торговые центры, где много народу. У нас уже есть какой-то алгоритм, мы более приучены, мы понимаем, что делать. А французы несчастные, и вот это, как ни странно, может быть, я что-то кощунственное скажу, но очень человеколюбивая и добрая карикатура Шарлея Бдо, которая появилась потом, где французские багеты в саванах поднимаются на небеса с бутылки шампанского, она какая-то очень добрая карикатура. Они все равно с шампанским, с вином Бордой, с багетом и с устрицами, они не были готовы к этому, и слава богу. И каждый, наверное, чувствует что-то разное. Есть удивительные у меня воспоминания о девочке таджикской, маленькой, которая ушла в хосписе, и своей маме она перед смертью сказала, «Мам, ну что ты так плачешь? Я же просто вернусь к тебе в животик, и мы снова будем вместе, и уже не расстанемся». Люди все чувствуют, наверное, очень разное, но есть определенные стадии переживания горя, и во всех книгах популятивной помощи все эти стадии описаны, что сначала обязательно идет отрицание, потом идет борьба, потом идет торг, потом идет депрессия и принятие неизбежного. Самое трудное – это торг, наверное. И зачастую вот к нам в хоспис пациенты попадают именно на этом этапе, потому что это тот этап, когда уже лечения нет, когда тебе уже сказали, что мы вас выписываем домой в стабильном состоянии, и дальше лечитесь в этом стабильном состоянии по месту жительства. Вот этот торг, он у всех происходит, у детей, у взрослых, у пожилых, у мужей, у жен. И торгуются все по-разному, кто с родителями, кто с друзьями, кто с Господом Богом. И мне кажется, что у нас в стране, в стране, которая так долго отрицала смерть, и в нашей медицине, которая так долго отрицала смерть, вот из-за этого у наших сограждан вот этот вот период торга, он какой-то самый болезненный, самый тяжелый по сравнению с другими культурами. Мне кажется, что это самый... Ну, это вот этот период, который обострен нашим, не знаю, как правильно сказать, каким-то антропологическим бескультурьем вот в этой части. Нужно, конечно, учиться. Нужно... Мементо море, это в моем понимании как раз не про смерть, а про то, что нужно помнить о радости жизни и не съедать торгом свои последние силы и свои... Ну, вот возможность радоваться. Это все легко сказать. Я, например, вообще такой человек, что я не умею радоваться ни в болезни, ни в здоровье. Вчера вот у меня температура поднялась, я страшно обрадовалась, как школьник перед контрольной. Ура! Но сегодня как-то она не очень была высокая, все равно пришлось прийти. Но в целом я не очень умею радоваться. И поэтому я не могу искренне говорить, вот так, как это Люся может сказать, что я после диагноза больше стала радоваться жизни. Я, к счастью или к сожалению, пока не стала больше радоваться, не научилась. После диагноза не было, слава тебе, Господи. Ну да. Я вот боюсь вот этого торга. И я вижу это, наблюдая у пациентов, что это страшно-страшно болезненная стадия. С другой стороны, мы, кто работает в хосписе, мы часто видим очень успешный торг. Такой, знаете, совершенно удивительный, когда люди ставят себе срок и говорят, нет, мне нужно, чтобы вот девчонки мои, там, школу закончили, или я сейчас не могу, у сына экзамены в институте. Или у нас вот с мужем, который уже давно-давно умер, вот у нас вот через месяц была бы золотая свадьба. И вот этот торг почему-то небеса радостно принимают и дают людям это время, потому что именно сторговавшись на сроки, оказывается, что ты переходишь в совершенно удивительную стадию принятия конструктивного ухода. Простите, а вот торг – это что за торг? Торг самим собой или это вот как рыцарь играет со смертью в шахматы? Это про что торг? Если я не буду сдаваться и буду лечиться, то я поправлюсь. Если я не буду жаловаться от этих жутких последствий химиотерапии и все-таки вот еще наберу денег и пройду еще, то я поправлюсь. Если я часто бывает, и самое это грустное, если я буду регулярно ходить в церковь, много молиться и в день 124 раза прочитаю вот это, что там надо читать, я не знаю, то мне точно станет легче. И когда оказывается, что ты обманулся, то ты всегда думаешь, что тебя обманули, а не ты обманулся. И вот это вот торг страшен именно потому, что человеческое одиночество становится каким-то чрезмерным. Человек никогда не думает в этой ситуации, что он обманулся. Его обманули, его бросили, какими бы любящими родственниками он не был окружен, он оказывается тотально, совершенно жесточайше одинок. Была в хосписе удивительная пациентка Наталья Леонидовна Трауберг, которая так сформулировала заповедь такую, больше всего я боюсь боли, грязи и одиночества. И вот не зря там было одиночество. И когда вы сказали про кончину мирную, непостыдную и безболезненную, безмятежную, вот это вот оно самое, она просто это другими словами сказала. Поэтому, в общем, Аня, отвечая на ваш вопрос, я не знаю, что чувствуют люди, все чувствуют разное, но я вижу, насколько, если ты внимательно относишься к пациенту, если ты внимателен к человеку, у которого этот горизонт очевиден, насколько можно многому научиться. С другой стороны, простите, что говорю долго, у нас не так давно у медсестры в хосписе, которая работала много лет в хосписе, у нее в хосписе умирала мама. И мы все увидели на этом примере, вот все сотрудники, что, знаете, можешь это видеть каждый день, ты можешь каждый день у каждого пациента делить эти там этапы, понимать, что этого нужно обезболить, это надо вывести на улицу, а этому надо там налить, выпить, а когда это происходит у тебя, в твоей семье, весь твой опыт совершенно оказывается непригождаемым. Поэтому, опять же, как говорила моя мудрейшая мама, будем умирать, узнаем. Спасибо вам большое. Людмила Евгеньевна, как вы видите? Алексей, по-моему, ваше слово. По-моему, ваше слово. Вы знаете, ну, хорошо. Торг здесь неуместен. Торг неуместен. Вы знаете, я, наверное, все-таки, мы никакую тайну не откроем, но мы можем к ней немножечко приблизиться. И очень существенно, что каждый человек абсолютно неповторим. И каждый человек проходит своим путем, имеет свой опыт. И даже поделиться своим опытом бывает довольно сложно, потому что, ну, другой человек его не воспринимает. Поэтому я говорю, да, я заболела, меня там прооперировали, все, что полагается, значит, проделали, и на меня накатило дикое счастье. И не потому, что я знала, что это может вернуться в ту же минуту, а потому что я поняла, что я мало радовалась жизни. Я мало радовалась тем подаркам, которые даются ежедневно, ежеминутно. И я помню это чувство, с которым я шла там к больнице, мне надо было в горку подниматься, как я бесконечно радовалась деревьям, облакам, куполам. Вот все, что я видела, это было все удесятерено. Вот понимаете, как будто у тебя там прочищен глаз, ты ходил все время в очках, а вдруг тебе их сняли. И вот это чувство, оно у меня на самом деле сохранилось. Потому что я отчетливо поняла, что, да, это будет, может, и не скоро, но это вот, вот. И что я не должна тратить время на глупости, на плохое настроение, на свары, на ссоры, на раздражение в особенности. Потому что вообще-то я не ссорюсь, но я раздражаюсь. И для меня оказалось, что это опыт очень... Есть у меня несколько подруг, которые проходили таким способом, как я. Есть еще одна моя подруга, это Катерина Юрьевна Гениева. Поскольку я с самого начала знала, как она это проходила, у нее был свой собственный, персональный, персональный путь, который был совершенно на мой не похож. Я, во-первых, и не умерла еще, она уже ушла. Значит, во-первых, у нее было все время ощущение успеть. У нее было некоторое количество задач, которые она считала нужным успеть. Вот, и надо сказать, что она до последнего дня своей жизни бежала по этой дороге. Я Катю знала очень много лет. И я всегда знала, что она человек безукоризненного воспитания. То есть она знает, как себя вести в разных ситуациях и с разными людьми. И я никогда не видела, никогда не видела никаких сбоев. Всегда была большая точность поведения. И вот, когда уже настали последние дни, я приехала в Израиль, и ей было уже совсем плохо. И уже давали тяжелые препараты, так что она довольно много времени спала. Ну, кто-то приезжал из сотрудников с ней прощаться. Она открывала их глаза и говорила, Танечка, спасибо, я очень рада, что тебя видеть. Это прекрасно. Входила уборщица, которая убирала палату, она говорила, спасибо большое, вы замечательно здесь все. Завотделение, то же самое. А я все время ждала, когда кончится эта пленка воспитания. Потому что ведь воспитание, оно кончается, это же поверхностная такая штука. А там может выскочить то, что настоящее. Настоящее может быть крик, боль. Ну, очень многое. Нюта знает, что бывает в такие ситуации, когда человек уходит, он не всегда выглядит красиво. Совсем не всегда. Вот с Катей этого не произошло. До последней минуты она была именно аристократически воспитанным человеком. Понимаете, дело в том, что у нас у всех есть какое-то представление о себе и о том, кем бы мы хотели быть. Вот я-то знаю в душе, что у меня и там это, и это, и то, а хотелось бы мне быть чем-то получше. И вот я думаю, что здесь чрезвычайно важна эта точка, потому что в этот момент обмануть невозможно. Да, в этот момент ухода ухода и в последнее вот эти время ухода ты есть то, что ты есть. Вот. И здесь уже и воспитание спадает, и, так сказать, привычки, и наши, так сказать, навыки культурные, и ты обнажаешься до предела. И поэтому вдруг вылезает и злость, и раздражение, и Бог знает что, и с этим ничего нельзя поделать. Я много раз присутствовала, так сложилось при уходе разных людей, и так, как уходила Катя, так очень мало кому удавалось уйти. Она пришла к самой себе. Она стала такой, какой она хотела бы быть. Вообще-то, я думаю, что это то, чего мы можем каждому пожелать. Вот уйти, вот в этой точке уйти. И потому что в этом смысле вся наша жизнь, она движение именно к этой точке, к этому последнему экзамену. Ну вот, я не могу сказать, что я не боюсь смерти. Я боюсь сейчас гораздо больше своего плохого поведения, что я не смогу этот экзамен хорошо сдать. Вот не с самого факта, а вот как мы к этому подойдем. Поэтому я всегда, нютина работа всегда, я всегда себе говорю, нет, я бы не смогла, я бы не смогла. Как я в 18 лет попала в институт педиатрии, работала, ну там, в частности, с больными детьми, и я понимала, что я не могу быть профессионалом здесь, потому что меня так выбивало из колеи, я там плакала, я приходила домой, я была вне себя от всех этих картинок, этих болезней. Вот. И это граница, вот как работает профессионал, чтобы не утратить сочувствие подлинного, но при этом адекватно себя вести и уколоть в нужное время, и все. Вот это вот сочетание человечности и профессионализма, оно дико сложное. И вот я всегда про себя говорю, что хорошо бы мне еще чем-нибудь третьим в жизни позаниматься. Я думаю, я смогла бы, конечно, я бы пошла к нюте волонтером, а про себя думаю, я, наверное, не смогу. Вот это то, что там делают девочки, которые там работают, и врачи, и все это, это, конечно... Я волонтером тоже бы не смогла. А, хорошо, это вызывает у меня, так сказать, сочувствие, эта фраза. Так что, нет, мы к тайне не приблизимся. То есть мы, может быть, немножко приблизимся, она будет все равно закрыта. Ну, вот то, что вы сейчас сказали про Активный Юрий, да? Я просто когда-то сделал замечание в последние месяцы, да, по-мальчишески, я говорю, Семенович, ну, может, не надо так мотаться, вот это может исключить, вот это может убрать, это явно лишнее. Она сказала фразу, которую я вот только сейчас стал понимать в ее глубине. Она сказала, мне так легче. Я понимаю, что это легче не только вот как бы, да, в такой вот горизонтальной какой-то проекции, это вообще было легче по существу. Потому что она именно не изменяла себе. Она сохраняла себя. Как великий человек, на самом деле, да. Да, ну сейчас пока пафос вынесем за скобки. Нет, нет, а я... Просто поскольку история вот происходила здесь, вот между нами, да, рядом. Да, конечно. Вот ты только понимаешь глубину измерения человека. Да. Спасибо. Простите, я чем дальше отдаляюсь во времени от момента ухода моей мамы, тем больше понимаю, какой это мудрый был человек, невероятный. Она в самом последнем своем интервью сказала очень простую и очень, как ни странно, правильную вещь. Она сказала, как человек живет, так он и умирает. И в хосписе, конечно же, как и вне стен хосписа, как и в любой, не знаю, в магазине, в библиотеке, в домах многоквартирных, люди уходят очень разные, и большинство людей очень простых и не очень образованных, ну, разных. И, вы знаете, уходят, конечно, все по-разному, и мы очень много видим, очень много видим всяческой семейной грязи, того, чего не хочется видеть, всяких дрязг, квартирных отношений между двумя-тремя сестрами, братьями, которые остаются, и вот умирает мама или папа, и они приходят в хоспис так, чтобы друг с другом не пересекаться. Ох, это ужасно тяжело. Я очень четко знаю, и мне не сдвинуться этого убеждения, что хоспис – это для остающихся. Хоспис – это лекарство для тех, кто остается жить дальше. И вот в этом, как человек живет, так он и умирает, в этом величайший подарок для остающихся. Потому что чувство вины, о котором тоже сегодня говорили, это естественно, когда у человека есть чувство вины. Не додал, не долюбил, не до, не до. И очень часто родственники говорят, вот, мы там не пришли, мы не были в последний момент рядом, или мы не сделали все, что могли, надо было еще полечиться. И когда ты начинаешь апеллировать к тому, а какой был человек, который ушел, но вы же общались, или наоборот говорят, вот мы лечили ее до конца, мы ее измучили этим. Говоришь, ну, наверное, если она лечилась, наверное, она вот такой была борец, наверное, она хотела, значит, вы делали так, как ей было нужно, значит, это правильно. И вот в этом анализе такое исцеление для людей. Хоспис, безусловно, больше нужен тем, кто остается, в том числе и как урок. И когда случаются вот те вещи, с которых вы сегодня начали, и самолеты, и Париж, знаете, вряд ли найдется кто-то на земле, кто скажет, как замечательно они умерли, раз, и пфу. Кроме я. Да? Кроме Люси Улицкой. Каждый раз, когда садишься самолет. Да, но тем не менее, когда ты видишь, я имею в виду, я скажу, что я имею в виду, я имею в виду тот объем боли и ужаса, и не исключено каких-то совершенно невероятных диких жертв и войны, и того всего, о чем мы сейчас думаем, что становится результатом этих вот трактов. Что в этом раз и все тысячи людей травмированных. Конечно, страх, травма. Травмированных. Во Франции это вся страна. Когда это происходит иначе, когда есть время, есть время на болезнь, и когда страдания можно поделить на конструктивное и деструктивное. Деструктивное страдание убрать морфином, конструктивное оставить общением с близкими и дать возможность доделать дела, договорить, дообняться. Тогда вот в этом вот возможности сострадать, быть рядом, быть вместе в конце, переживать вместе боль какое-то определенное время. Вот в этом невероятное исцеление. И в этом страшно все равно. Каждый сотрудник хосписа вряд ли хочет уходить в хосписе. Страшно все равно про это думать. Но все-таки в этом есть исцеление, правда. Все, что сейчас сказано было, это просто такой настоящий глубокий христианский опыт и описанный многими святыми, описанный сейчас Людмилой Евгеньевной почти в тех же святоатических выражениях. Собственно говоря, как о памяти смертной. Все время как-то вспоминается и Достоевский, и Отрак Маркел, умирающий, который говорит теми же самыми словами, что и дня одного достаточно, чтобы счастливым быть. Собственно говоря. И когда ты можешь начать как-то понимать, что, собственно говоря, как называется сегодняшняя встреча, зачем жить, если есть смерть, то, собственно, здесь очень сразу становится вопрос главный все-таки о жизни. Что это жизнь тогда? Вот как Нют сейчас говорит, что вот остается вот этот период, когда можно вот и вот так прожить, что каждый день он жизни. Что каждый день вот от начала до конца каждой минуты проживаемого дня полна жизни. Вот если действительно так подумать, Господи, да как же мало мы живем. Как мало жизни в нашей жизни. Как много дней проходит, как много часов проходит, как много проходит всего, а жизни в них там копейки. И вот только когда кто-то рядом вот на последнем и ты вдруг начинаешь понимать, что вот ты должен сейчас выложиться этой жизнью до конца и эту жизнь прожить. И вдруг ты понимаешь, что такое жизнь только вот в этот самый страшный, напряженный момент. И понимаешь, что такое радуйся. Да, вдруг ты понимаешь, как эта жизнь может тебя наполнять, как эта жизнь может все поставить правильно, что такое главное, что такое второстепенное, а что вообще ничего не стоит. Как легко в этот момент говорить правду. Понимаете? И как ее тяжело вообще говорить нам всегда друг другу во все остальные дни нашей, в кавычках, жизни, понимаете. И вообще быть человеком, понимаете, и вообще сострадать, и вообще с собой делиться. И тогда, если ты понимаешь, что если у тебя вдруг такая длинная жизнь, и ты можешь каждый день вот так вот, ну можешь, если постараешься, если напряжешься, если вот, ну как-то вот поймешь, что вот это вот сегодня есть, а завтра уже не будет, то тогда где эта смерть? Где эта смерть, если она руком сплошная жизнь? Где место для смерти? Это смерть, это место мы даем ей. Мы открываем ворота вот в нашем присутствии не жить. Смерть – это когда мы не хотим жить. Прежде всего, когда даем возможность себе самому, позволяем себе не жить. Потому что не жить нам проще, чем жить. И это ужасно звучит. Но так легче. И мы воспринимаемся как-то вот, встаем как-то вот в полный рост, только тогда, когда вот действительно вот, вот оно. И ты должен выбирать. Либо ты действительно идешь до конца, и ты живешь. Либо ты трус и убегаешь. Убегаешь от жизни. Вот я это сказал, но уже все сказано просто. Стоп. Вот здесь стоп. Значит, не жить нам легче, чем жить. А вот что это за легкость такая, а не жизнь? Вот откуда она? Это соблазн? Это какое-то наваждение? Вот что это такое? Я на себя такие чувствовал моменты. Да каждый человек с утра не хочет просыпаться. Это одно. У меня первые сигареты. У кого-то первая рюмка, у кого-то там пение птиц за окном. У каждого по-разному. А вот это действительно, вот это, да, искушение не жить. Это что такое? Откуда? Из смерти? Из смерти. От нашей оторванности. Значит, все-таки это обман. Нет, это, конечно, наша оторванность от Бога. Это, конечно, наша оторванность от Христа. Это оторванность от того, кто о себе сказал, я есть жизнь. И вот если я – это я, а он – это он, и между нами, так сказать, в общем, достаточно большое расстояние между мной и жизнью, да, между мной и жизнью большое расстояние, то тогда где я? Созрела следующая тема. Она просто уже повисла в воздухе. Это тема самоубийства. Она просто уже вот здесь к нам подошла. А можно я на ту еще скажу? Да, нет, я предполагаю, что она требует просто совместной, как это, другой встречи других людей. Мы думали про отдельную встречу по теме самоубийства. Да, да, я думаю, что мы просто к ней подошли совсем вплотную. Да, вплотную, но это все-таки сегодня, это не наша тема. Не сегодня, не сегодня, завтра. На том же месте. Если проснемся. Потому что мы понимаем, да, что вот всякая такая обреченная ситуация. Заранее берем согласие на участие всех спикеров в теме по самоубийству. Других, других. То есть это еще и про социальные болезни всех родов. Давайте действительно это сделаем особым разговором. А сейчас, наверное, мне, да, придется. Пожалуйста, конечно. Простите. Я наблюдаю у нас очень интересную динамику. Вот три года назад мы задумались. У нас удивительный человек работает в фонде Веры, Лида Манява. Ее многие знают. Она детский хоспис затеяла. Вот три года назад мы решили, что будем это делать всерьез. Где-то два года назад мы решили, что мы проведем первый день памяти. Соберем вместе мам детей, которые ушли под опекой детского хосписа. Им это надо. Они мало могут общаться друг с другом. И, возможно, вот это общее переживание относительно одинакового горя, возможно, им нужно. Вот мы собрали эту первую встречу. На ней был Алексей Минский. Она была очень тяжелая. Мы сидели в таком зале за столами накрытыми. Мы это делали первый раз. Мы, конечно, читали какие-то книжки, как это в Англии делается. Но, вы знаете, это напоминало такие очень хорошо организованные, с правильными модераторами и тамадами поминки. Было ужасно тяжело. И было столько слез, кошмар какой-то. Тем не менее, нам потом говорили, что нам это было очень нужно. Спасибо, что вы это организовали. Мамы не хотели расходиться. Я не могла понять, кому это было надо. Им, нам, зачем. Потом прошел год, и мы решили, что мы сделаем еще одну встречу, но будем делать ее по-другому. У нас не будет накрытых столов. У нас будет совершенно другая программа. У нас будет программа культурная. Ну и вообще мы будем как-то вести себя по-другому на этой встрече, понимая, что она нужна. Вот на этой второй встрече уже была Людмила Евгеньевна. Она была в мае прошедшего года. Вас, по-моему, не было, да, на второй встрече? Да, и вы знаете, это было что-то совершенно потрясающее. Вот опыт потерь делает людей настолько лучше. Он настолько научает их, правда, радоваться. Во-первых, количество беременных мам и маленьких детей просто невероятное. То есть женщины, потерявшие детей, они рожают еще, и их неисчерпанные запасы любви, которые могли бы быть вот этому ребенку, они передаются двум, трем, четверым, они уберут детей в детских домах. В детских домах. Это фантастика. Во-вторых, было невероятное количество детских голосов, смеха этих маленьких топающих ножек, хохота, каких-то там игрушек, разлитого сока, на котором можно было шандарахнуться. Это было совершенно все невероятно прекрасно. И какую-то мы взяли правильную линию поведения. Это что поменялось от первой встречи ко второй? Да, 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 вторая была замечательная. Поменялось, но мы стали опытнее организаторы. Мы поняли, что мы мам зовем не для того, чтобы с ними горевать, а для того, чтобы жить дальше. И нужно им давать возможность жить дальше. И вот с этой мыслью в голове, вот это была вторая встреча, и вы знаете, все говорили про то, мамы и папы, и бабушки, и дедушки, которые пришли в этот раз, они говорили про то, как они полно и насыщенно живут за то время, которое не прожили их дети. Дети не закончили школу, не вышли замуж, не родят своих детей, у них не будет и не было первой любви. Значит, в семье это все должно быть за них, за тех, кто ушел. И вот это ощущение полноты жизни и невероятного объема радости в этих семьях, оно какое-то потрясающее. И мы будем проводить эту встречу в третий раз, и вы знаете, у меня просто какой-то есть уже страх следующий. Я думаю, что мы там будем фанты проводить или как мы будем отмечать торжество жизни на дне памяти. Но это будет очень светлый день, это точно. — Так, ну, отец Алексей, к вам вопрос как к протеерею и как к человеку. — Брали пароходу тогда. — Сначала как к протеерею, потом... — Ну, можно поменять местами, как получится, да. Вопрос от религиовета. Ну, я тоже, в общем, занимался такими странными материями, которые называются наукой религии. Вот, ну, знакомясь изнутри, по текстам, как угодно, да, с разными религиозными традициями, видишь, какой колоссальный опыт, не просто накоплен, а каким-то образом трансформирован, изложен, превращен в какие-то практики, опыт смерти. А вот в христианстве, ну, в процентных долях это все по минимуму. То есть очень скупо, очень кратко. Я не говорю, что плохо. Нет. Вот как раз это не... Я вам не предъявляю, да, какой-то счет. Я пытаюсь вот понять, почему так скупо об этом говорится в христианстве. Всего вот буквально несколько строчек в сравнении с километрами, да, отработанного, систематизированного и даже такого технократического материала о смерти, не знаю, в буддизме, в индуизме, да где угодно. Начиная с изначального, да, варианта книги мертвых, а уж в Египет это вообще просто VIP, да, смерть во всех отношениях. Вот что такое христианство в этом отношении, о смерти? Я попробую ответить, потому что этот вопрос мне самого очень сильно занимает и занимал, потому что на самом деле, действительно, вот... Вопрос к человеку, Алексею Губинскому. Да, желание, нет, и к священнику, конечно, вот, заглянуть туда, огромный, но вот интересно, действительно, совершенно интересно, что, в общем, до какого-то периода христианство совершенно этим вопросом не задается. И все эти страшилки про мытарство Блаженной Феодоры и про... Все-таки страшилки? Ну, позвольте мне дальше продолжить. Или, там, скажем, про очистилища в Западной Церкви возникают поздно. Возникает какой-то момент, когда христианство становится настолько привычным бытовым, житейским, одной из функций общественной жизни, что людям становится интересно, а вот как это все там будет? А до этого даже не задумываются, вот, не задумываются. И вот, действительно, как-то вот на одной общей встрече один из историков таких современных сказал, что христианская могила, она ужасно скучна. Там ничего нет, потому что, скажем, вот в могилах там других мы находим столько предметов, столько всяких таких финтифлюшечек, столько там всего исторического, по которому можно... Вообще студии как человек живет, да? А в христианской могиле только кости. Интересно, что это не просто историк, а еще медиавист. У него еще глаз-то оттуда. Да, да, да. Вот, что христианская могила страшно скучна, и это точно совершенно. Потому что христианство вообще-то о жизни. Не о могилке, понимаете, не о холмике, понимаете, не о том, кто к соловей будет над ней петь, не о крестике, не о надгробии. Смотрите, как изменилось вообще христианское или русское кладбище за последнее время, да? Просто внешне изменилось. Какие там жути творятся, понимаете, на этих... Вот, и там смиренное кладбище пушкинское такое какое-то. Совсем разные вещи. Без всякого смирения, да? И появляется какой-то такой кич безумный. И просто разговорят о том, что христианство – это о жизни, это о Христе. Что если ты в жизнь вечную веруешь, ну так что ты тогда подумаешь об этом? Все, Христос, твоя жизнь. Если ты уже знаешь, кто такой Христос здесь на земле, то ты все уже знаешь. Если ты уже знаешь такую любовь на этой земле, то ты уже все знаешь. Тебе вот... Не надо предполагать, какие там будут гамаки, там, в райских кущах болтаться, и как будут ангелы на скрипчиках тебе времена года, Вивальди, играть. Потому что на самом деле представление о вечной жизни у среднестатистического христианина – это представление о таком цыковском санатории или о этом самом курорте, где все включено, понимаете? Да, но уже цыковский санаторий ушел, конечно, да? Короче, все, All-Inclusive. Турция шестизвездочная. Да, это ближе к All-Inclusive. Ну просто в цыковский санаторий не всех пускали, понимаете? А в Турцию поехать может теперь всякий, накопивший денег, вот и все. Я поэтому думаю, что цыковский санаторий в этом смысле ближе к понятию рая, такого человеческого. Но христианство и не говорило об этом, и ничего не хотело знать об этом, только потому что все уже известно. Потому что если есть Христос, то тогда смерть – это приобретение. Христос для меня – жизнь, а смерть – приобретение. Все, что мы должны знать о смерти. И больше ничего. И, в общем, христиане с этим жили довольно долго. Трудно себе представить. Несколько веков, пять веков приблизительно христиане могли прожить вот в этом таком напряженном знании, опыте, жизни. Потом все кончается, конечно. На сегодняшний день нам интересно читать книжки «Жизнь после смерти», какую-то такую фуфляндию, понимаете, бесконечную, о том, кто чего видел, какие души кому являются, книги про это целыми издаются. Но это все иллюзии. Зачем это знать, если у нас есть Христос? Чего нам, христианам, не хватает, кроме Евангелия? Мне кажется, достаточно. Да, замечательно. Вообще интересно было бы узнать, вряд ли мы когда-нибудь это узнаем, вот об опыте ранних христиан, которые собирались на кладбищах, по сути, в катакомбах. Они же не от мрачности своей туда залезали, да? И не в готов они там играли, да? Вот что с ними там происходило? Вот этот живой опыт раннего христианства, может быть, он тоже генетически каким-то образом предается и в традиции христианской. Они точно знали, что завтра все кончится. С одной стороны, да, потому что эскатология была обострена до предела. Конечно, конечно. А потом там еще совершенно замечательные... Ну же это эскатология радости, а не эскатология смерти. Эскатология именно жизни. Жизнь, она многообразна. Вот она включает в себя и радость, и горе, и страдание, и сострадание. И христианская керигма изначально. В том числе, да. Это были... Вот, ну вот интересно, вот недавно мне попалось, несколько лет назад, вот строчка из молитвы евхаристической, так довольно ранних христиан, когда священник молится во время присуществления своих даров, у нас есть там молитва, якоже быть причащающимися в оставлении грехов, в исполнении царства небесного и так далее. То есть, чтобы люди наполнились царством небесным уже сейчас на земле. А там очень просто все сказано. Там священник говорит, Господи, сделай нас живыми людьми. Дословно. Дословно. Господи, сделай нас живыми людьми. Ради чего Евхаристия? Ради чего они собирались? Ради чего вот этой эскатологии... Господи, приходи скорее, и тут жить без тебя невыносимо. Зачем мы едим этот хлеб? Для того, чтобы быть живыми людьми. Мне кажется, что те, кому эта тема интересна, обязательно должны прочитать книгу прото-пресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти», где очень подробно показывает развитие христианского понимания смерти от радостного понимания первых веков, когда принятие христианства означало, по сути дела, принятие смерти, причем смерти очень скорой, радостного даже ей гряди, Господи Иисусе, к пониманию смерти последующими христианами, вот это все плачу и рыдаю и вообще и так далее. У меня вопрос такой, вопрос к нюте. Много мы говорим, вообще все говорят исключительно о качестве жизни. Сегодня это такая вот тема важная, один из главных трендов современной массовой культуры и вообще нашего миропонимания. Можно ли говорить о качестве смерти? Можно ли так ставить вопрос? Ну, наверное, мы, работая в хосписе, говорим про качество жизни и качество умирания, наверное. Да? Сотрудники хосписа, не знаю, правильно я говорю или неправильно. Вот качество жизни и качество умирания, об этом говорить нужно. И если есть качественная, профессиональная и милосердная помощь рядом с человеком, когда ему тяжело, когда он болеет и когда смерть близко, то оказывается, что жизнь становится значительно более качественной, чем она была до попадания человека в стены хосписа. Это отмечает такое количество людей. Вот если нам удается по-настоящему хорошо помочь, если пациент попал под опеку хосписа вовремя, своевременно, не за сутки-двое, а за 2-3 месяца. И вот этого периода может хватить при нормальном объеме работы, если у нас не какой-то аврал, если действительно мы на дому успели помочь, и с семьей успели подружиться. И в стационар человек попал, может быть, не один раз, а два, выписался в промежутке домой, а потом попал снова. И для всего персонала это уже такой, знаете, очень долгожданный пациент. И все с болью отмечают ухудшение, которое произошло за период, вот месяц он был дома без нас. Это приходит уже друг. И если человек окружен качественной помощью, не только медицинской, в хосписе очень мало медицины, именно качественными руками, ожидающими, любящими руками, то качество жизни может быть... Ну это грустно, это стыдно говорить, что действительно вот в том учреждении, в котором многие из... Мы работаем, первый московский хоспис, такая у нас дурацкая жизнь в этом городе, что там, оказывается, качество жизни лучше, может быть, чем у людей до болезни, до диагноза, до страдания. Это концентрация любви. Как вот уже мы говорили, прекращают... Нет необходимости держать лицо, нет необходимости врать, скрывать. И вы знаете, в людях обнаруживается хорошего очень много. Мне кажется важным здесь сказать, что есть вот слово пациент. Слово пациент, оно происходит от слова patience, терпение. А терпение нужно потому, что есть страдания. И пациент – это тот, кто все время должен терпеть. Он должен терпеть не только боль, когда мы говорим о наших онкологических пациентах. Он должен терпеть... Наверное, каждый по себе понимает, да, он должен терпеть отсутствие своей самостоятельности, постоянную зависимость от. И, конечно, в хосписе эта зависимость становится уже совершенно... Ну, ничего не можешь сам. Наши пациенты... Вот здесь еще тоже, как это четко видно, ценность человеческой жизни. Летит самолет, бум, никого нет. А у нас в секунду дети, взрослые, здоровые, красивые, счастливые. А у нас ты иногда смотришь, лежит женщина. У нее и тут трубки, и здесь трубки. Нефростома, трахеостома, опухоль, распад, запах, желтая. Не ест, и тут она лежит, и лежит, и лежит, и лежит день, неделя, две недели, три недели. Какая сильная жизнь. О каком может ли идти речь о качестве жизни и качественном умирании, если мы вот так можем? Потому что, если она окружена правильными людьми, которые видят в ней личность, которые знают, что ей некомфортно и деликатно. Нельзя научить медсестру быть хорошей медсестрой, прочитав ей 24 лекции и дав ей 18 учебников. Вот хорошая медицинская сестра, хорошие руки рядом, это тот, кто пациенту может вымыть, ну не вымыть, а подмыть и сменить судно, и поменять памперс так, чтобы человеку не было дискомфортно. Это тот, кто может на пике самой невероятной человеческой слабости и беспомощности быть деликатным и неправильно, помогите мне со словом. Вот, ну никак человеку не дать понять этой его беспомощности, да, все равно, ну милосердным может быть, но деликатным, да, вот на пике беспомощности не продемонстрировать человеку этой беспомощности. В хосписе невероятно важно, кто людей моет. Вот этот вот мойщик, это важный персонаж, это вот эти, знаете, как в советских больницах, банщица она называется, какая-нибудь жуткая тетка там, которая тебя бреет и вякает, и быстрее у нее конвейер. И вот у нас вот эти люди, которые моют, это такая, это такая ценная, это такая трудная, это такая прямо самая-самая важная и ответственная работа. Помыть беспомощного человека, подмыть, у женщины протереть под грудью, у мужчины, если его моет женщина, мыть его так, чтобы он оставался мужчиной, а она женщиной рядом с ним. Вот это, вот в этом качество. Люди все это очень чувствуют, а мы не умеем быть, нас этому не учат. Мы не умеем быть с человеком, мы привыкли быть с пациентом, с тем, кто, patience, у кого должно быть терпение, и с тем, кто вынужденно страдает, потому что болеет и умирает. Вот это вот редкое душевное качество, которое людей в хоспис приносит, прибивает их к хоспису, и в хосписе самых лучших оставляет. И тогда вот те самые умехи, которые могут научиться, которые умеют это делать, они очень четко отделяют умирание от смерти, жизнь от смерти. И недавно у нас был такой разговор, меня к нему подтолкнула сидящая здесь Светлана Борисовна на утренней конференции, мы говорили о том, что если ваш пациент умер, он все-таки ваш пациент, и вы должны быть с ним таким же деликатным, таким же профессиональным, таким же трепетным до того момента, пока родственники продолжают к вам приходить и отмечать годовщину. Если человек уже ушел, это просто означает, что он перестал дышать. Но когда вы пациента отправляете с перевозкой, когда вы его... У нас есть такая комната прощальная в хосписе, вот когда вы его отправляете в эту комнату, куда придут прощаться родственники, вы должны продолжать быть с ним такими же чуткими, такими же интеллигентными, такими же уважающими его личность, когда он еще дышал, с таким же уважением к нему относиться. И вот в уважении и в деликатности, и в понимании того, что каждый человек очень другой, ты не будешь сантехником такой же, как ты будешь... Я не знаю, дельфинолог у нас была, женщина такая, ученый, дельфинолог ведущий или единственный, даже, может быть, в СССР, не знаю. Вот со слесарем будешь не так, и ему нужно не то. И вот это вот умение почувствовать, как и с кем... Или у нас умирал там 70-летний мужчина, а у него 90-летняя мама, и вы знаете, это все равно мама, теряющая своего ребенка. И здесь не важно, что он тоже уже дедушка, важно, что это мама, у которой уходит ребенок, которая остается одна, и которая тоже сидит и злится, что вот ее никто не проводит. Вот это умение ощутить, что делать, это то, что утрачено, и то, что хосписы призваны вернуть. И именно вот в этом уважении к личности оказывается, что хоспис — это про жизнь. А когда хоспис вдруг делается больницей, когда там белые стены, кафель, быстро-быстро, конвейер следующий, так, эти палаты переместить, это превращение хосписа в больницу. Больница, знаете, такое временное место, где можно пережить любое унижение, ты потом оттуда вышел, забыл, посмеялся, не знаю, что угодно. Из хосписа нельзя, ошибку, допущенную в хосписе, нельзя исправить. Нельзя исправить ошибку, которую ты допустил в отношении человека, которого не стало потом. И именно поэтому так легко в хосписе живется, так легко радуется, так легко любится. Вы бы видели, как у нас сотрудники хосписа хохочут над какими-то жуткими анекдотами, или как они отмечают Новый год, или как они ходят в кафе, или как... Ну, в общем, вот там жизнь, действительно. Я себе столько всего умного написала, но мне не получается ничего сказать. Умного. Важно еще, что есть тоже, вы про это говорили немножко, есть такое слово «покойник». Мы что-то его забыли, это слово. Оно совершенно удивительное, оно от слова «покой». И вот когда пациенты хосписа уходят, это люди, настрадавшиеся очень сильно. Они настрадались не только от боли, они настрадались от того ада, через который они прошли молот вот этой вот советской медицины. они настрадались от отсутствия помощи. И когда они все-таки уходят, я не знаю, какие-то удивительные лица у наших пациентов. Они становятся такие спокойные, они так часто улыбаются и много, вот после смерти. Ну, я не знаю, простите, что я это говорю, но это удивительные совершенно лица. И когда мы в хосписе говорим сотрудникам, что вот когда пациент ушел в палате, вы его везете в 62-ю комнату, в нашу комнату прощания, вы его везете по коридору, в коридоре могут быть родственники, гости, там кто-то пришел, не знаю, волонтеры. Не накрывайте человека с головой, простыней. Везите так, он спит. Но никто никогда не заметит, что вы везете у покойника. Потому что это спокойное, спящее, умиротворенное лицо. И ты видишь, что отпустило. И насколько, если хотя бы немножко удается родственнику вовремя попасть, вот я начала с того, что как важно вовремя попасть в эти руки, получить помощь, то родственники тоже испытывают невероятное, то, о чем вы говорили вначале, невероятное облегчение, не в смысле, ху, абуза пропала, наконец-то он ушел, и нам больше не надо за кем ухаживать. Они испытывают вот, ну, какую-то, такую вот светлую радость. И вот когда они завонят там, Вася, приезжай, Петя умер. Вот Вася, который приезжает в хоспис, он приезжает, плачет, говорит, ну, как вот это надо. А этот спокойный. Он сидит, он еще медсестрам скажет, девчонки там, давайте я вам помогу, что-то че. И если плачет, это без истерик, это просто от понимания того, что, ну, вот выдох, это такой выдох у родственника. Но при получении качественной помощи и при проживании качественной жизни в конце, при возможности максимально отдать и получить любви, у нас нет в этой сумасшедшей Москве на это времени, ё-моё, кроме как перед смертью. Это удивительно просто. И вот, да, хоспис – это концентрация любви, и качество жизни, и качество умирания – это объем милосердия, деликатности и любви, которые можно дать человеку. Это интересно, что в русском языке слово «труп» – это что, а «покойник» – это кто? Почему мы слово «покойник» вообще перестали употреблять? Оно какое-то мультяшное стало, надо его вернуть. Если бы мультяшное, я боюсь, что просто оно как бы вынесено за скобки современной культуры, которая этого как раз и не хочет, и не терпит. Ну, вот все, кто приезжают к нам, они все забирают тела. Где тело? А у нас это не тело, это человек, с которым ты долго. Конечно, тело – это тоже что? Тело – это что? Ну, вот приезжают за телом, и вот это… А «покойник» – это кто? У нас есть два замечательных человека, которые много лет работают в хосписе, ритуальный агент, такие Ваня и Дима, с большим чувством юмора, очень мы их любим. И вот они никогда не приезжают за телом. Они приезжают и расспрашивают, «А кто? У нас что? А сколько лет? А что любит?» Какие-то они удивительные. Вот я, правда, не думала, что тело и труп – это что? «Покойник» – это кто? Но вот когда человек уходит, он все равно кто? И он должен остаться кто? И именно качественная помощь и правильно прожитая последнее время позволяет ему… Вот в больнице, правда, там, наверное, тело. Там тяжело. В хосписе по-другому. Да, очень похоже на правду, даже могу сказать, на собственном опыте. Похоже действительно так. Хотелось бы все-таки быть покойником до конца, а вовсе не тело. Анна, я не знаю, смотрите, у нас еще вопросики остались, но тут уже, кажется, ситуация выходит из берегов, уже записочки поступают. Давайте-ка мы вот в этот полилог немножко расширим. Записочка – это такая, что я даже не буду ее зачитывать и скажу «да», я с вами согласен. Краткость, сестра талантливая, Евгения, да. Здесь много было сказано о смерти, о жизни, о геноме. В нашем геноме заложена и смерть тоже. Если мы рассмотрим смерть, мы можем думать об этом как микросмерть, макросмерть. У нас постоянно умирают клетки. Человек рождается, когда у него умирает плацента, в матери человек начинает рождаться. И в нашем организме постоянно что-то умирает. Постоянно умирают наши клеточки, которые не дают развиваться раку. Когда механизм ломается, возникает опухоль, возникает страдание, возникает много всего. Часто задают вопрос. У меня еще очень сложное отношение с религией. Вот, собственно, вопрос, наверное, будет по существу. Часто спрашивают, «Господи, а за что мне это?» Вот, я не совсем согласен с данной формулировкой. Скорее, «Господи, для чего мне это?» Для чего нужна эта смерть, чтобы что произошло? Вот на молекулярном уровне, на клеточном уровне понятно. Смерть клетки, она жила свое, она умирает, она не перерождается в рак. Янкок. На макроуровне мы с вами тоже клетки, клетки нашего общества. Для чего это? У меня спрашиваете? Вопрос конкретно кому-то или общий вопрос? У Бога спрашиваете или у меня? Вопрос, наверное, к вам, как к представителю религии. Слушай, быть представителем религии мне, в общем, впервые сегодня приходится. Приходится я как-то... А, Алексей, а можно я присоединюсь к этому вопросу? Я просто не очень его, честно говоря, уловил, я не очень понял. Для чего нужна смерть, спрашиваете вы меня? Я не думаю, что в смерти, как в таковой, есть какой-то положительный смысл, кроме того, о чем мы говорили, что в присутствии смерти человеческое представление... Человеческий человек оживает, потому что в нем вдруг просыпается жизнь перед неизбежностью. В самой смерти как таковой, это я вам покажу как представители религии, нет никакого смысла. Смерть – это страшнейшая катастрофа, бессмысленная абсолютно и нам ненужная. Всякая религия, любая религия, я не говорю даже о христианстве, это есть способ победить смерть. Это единственное, ради чего существует любая религиозная система. Это способ победить смерть. То, что смерть сама по себе, она бессмысленна, но присутствует. Но как присутствует в мире зло, понимаете? Зло и смерть – это вещи одного порядка. Они не имеют с точки зрения веры никакого собственного бытия, онтологического. Потому что Бог – это жизнь, и в Боге нет смерти. Но они присутствуют. Как бывает, скажем, при выключенном свете наступает тьма. Понимаете? Вот существует рак, скажите мне, доктор. Нет. Существует раковая опухоль, существуют клетки рака, понимаете? Они живут, могут жить сами по себе. Так же, как не существует туберкулеза, а существует палочка коха, понимаете? Она по мне бегает сейчас, понимаете? По вам, по кому-то другому. Но туберкулеза нет. Он появляется в тот самый момент, когда этому туберкулезу дается возможность паразитировать на моем организме. Так же, как и раку, и всякой любой другой болезни. Вы в этом сомневаетесь? Может быть, и нет. Может быть, и нет. Если вы не живете, то вам и не умирать. Помните, да, такую песенку замечательную? И про тёсю тоже там хорошо сказано. Да, про тёсю там хорошо сказано. Так вот, смерть, если спрашивать меня, не имеет никакого смысла. Зачем смерть? Низачем. Её не должно существовать. Вот, мне кажется, наступил момент, да, когда мы должны остановиться и не превращать это в авторский вечер смерти. Сто процентов. И в этом смысле отец Алексей дал очень верную ноту, не надо давать ей паразитировать на нас. И, по-моему, ну, по крайней мере, какие-то подсказки к ответу, поставленному вот в титуле нашей встречи, сегодня были даны. Я не знаю, как у вас, Анна, какое ощущение от происходящего? Мне кажется, что, с одной стороны, мы действительно ответили на очень большое количество вопросов и оказалось, что вопросов ещё больше и разговор этот надо продолжать, продолжать и продолжать. Да, ну, не будем превращать это в авторский вечер смерти, да? А вот те слова из древней литургической формулы, сегодня вот приведённые отцом Алексея, просто потрясающие, да? Господи, кем бы мы его считали, а мы знаем, кем, да? Сделай нас живыми людьми. Так, у нас есть ещё... Нюта хочет ответить. Не получится у нас завершить на вопрос Антона. Простите, пожалуйста, да. Антон, знаете, Вера Васильевна Милёнчикова, которая моя мама и основатель первого хосписа, она долгое время отказывалась работать с детьми и говорила, и детский хоспис, в общем-то, не очень нужен, и вообще дети не очень-то умирают, ну и вообще у нас вот тут для стариков. Ну, так вот, жизнь складывалась, что в хосписе не только старики уходили, и случился в хосписе первый ребёнок, она не смогла отказать в госпитализации, потому что папа просто принёс его на руках к воротам хосписа и сказал, меня отовсюду выгнали. Надо сказать, что ребёнок этот выжил, редкий для хосписа случай, живёт сейчас во Франции, учится на врача, мечтает выучиться и приехать работать в первый московский хоспис. Но вот с него началось мамино понимание, что она будет работать с детьми тоже, и что надо детский хоспис сделать. И когда многие-многие мамы, потерявшие детей, к ней приходили вот с таким вопросом, который задаёте вы, она находила такую формулу и давала очень странный ответ, зачем там или для чего. Как-то меня этот ответ напрягал, и это единственное из всего вообще, что мама говорила на эту тему, что я никогда не приму, и с чем я никогда не соглашусь и готова вообще тут вот упасть и сказать, она была не права. Миллионщикова была не права, а говорила она следующая, мамам или папам. Ой, вот вы знаете, а кто знает, что бы из него выросло, а вдруг бы вырос наркоманом или убийцей. Я сейчас, когда у меня уже дети, я понимаю, что, блин, она так трусила, она так трусила, что она из трусости произносила эту формулу. Больше ни из чего. И на самом деле вот этот вопрос, ну, правда, она очень мудрая, а вот Люся недавно сказала, папе моему, а вы знаете, она еще была у вас очень умная. Вот она была мудрая и умная, и еще ведь такая трусливая. Ни почему и ни зачем. И может быть, то объяснение, которое я вижу для того, чтобы мы становились лучше. и у вас это происходит. Будем считать, что это финальные аплодисменты. Это аплодисменты вам, кстати, вот про веру. Я бы как-то вот предпочел особо поговорить. Потому что те рассказы, которые я слышал от вашей замечательной пациентки Натальи Анидна-Траубер, вот, они были настолько про жизнь. Именно оттуда. Она же два раза выписывалась, да, из вашего чудесного заведения. И пару раз, по-моему, я ее оттуда и принимал. И это были фантастические рассказы, так что вам мы не только благодарны, но и... Спасибо большое нашим дорогим гостям. Запись сегодняшнего мероприятия будет завтра доступна на портале православия и мир, правмир.ру, и мы надеемся, что мы будем регулярно проводить похожие встречи. Следите за анонсами, приходите, и спасибо вам. Это только начало. Спасибо. Спасибо.